Беларусь за чистоту и прозрачность в спорте. Такую принципиальную позицию озвучил президент Александр Лукашенко на встрече с генеральным секретарем Международной Федерации Баскетбола Патриком Бауманом. По мнению белорусского лидера, нельзя превращать спорт в часть грязной политики. Президент страны, как руководитель Национального Олимпийского Комитета, изложил свою позицию по актуальным вопросам развития мирового спорта. А также в очередной раз обозначил претензии к МОК. Структура не просто бюрократична, она порой безответственна. Мы за чистый спорт, мы за полную прозрачность и чистоту деятельности международных организаций, в том числе и Международного Олимпийского Комитета. Мы сторонники защиты спортсменов, чтобы спортсмены не страдали, особенно чистые спортсмены. Нельзя обвинять в целом команду. Мы считаем, что каждый спортсмен должен нести персональную ответственность за допинг и другое неспортивное поведение. Словом, мы за прозрачность ВАДа и других международных спортивных комитетов и прежде всего МОКа. У нас очень много претензий к Международному Олимпийскому Комитету. Мне кажется, эта структура не просто бюрократична, она порой безответственна. Там очень быстро бронзовеют люди, находясь на этой должности. И я, как руководитель НОК, вынужден это на очередном мероприятии, я так планирую, донести до сведения международной спортивной общественности. Нельзя полностью превратить спорт в часть грязной политики. Мы категорически против этого. Спорт должен быть чистым, спортсмены должны заниматься спортом и подход ко всем должен быть одинаковым. Насколько я информирован, у вас также схожая позиция. Вы также выступаете за чистоту спорта, за поддержку нормальных спортсменов, чистых спортсменов, за эффективность деятельности международных спортивных организаций. Если это так, то считайте меня своим сторонником. Генеральный секретарь Международной Федерации Баскетбола поддержал позицию Александра Лукашенко касательно развития спорта в целом, а также выразил благодарность белорусской стороне за достойную организацию Чемпионата мира по баскетболу среди девушек до 17 лет, который проходит в Минске. По словам Баумана, соревнования проводятся на очень высоком уровне и их уже можно назвать успешными. Я действительно впечатлен и могу сказать, что все команды тоже находятся под большим впечатлением. Условия прекрасные, им все нравится. Мы оценили все спортивные сооружения и независимо от того, когда они были построены, они в отличном состоянии. В прошлый раз я был в Минске 20 лет назад и мне очень радостно видеть то, как в лучшую сторону изменился город. Мы можем сказать, что у Беларуси есть все шансы на проведение более крупных и масштабных мероприятий. Прекрасная инфраструктура, федерация, люди, которые знают, что и как делать. Поэтому мы будем только рады, если Беларусь будет подавать заявки на проведение более крупных турниров. В Чемпионате мира среди девушек до 17 лет участвуют 16 сильнейших команд. Сборная Беларуси получила право выступить как представитель страны-организатора. На планетарном первенстве ФИБА впервые представила новый кубок, который можно увидеть во дворце спорта. А Белорусская федерация баскетбола разработала уникальные медали чемпионата.